Глава 8, стих 11. Так говорит Господь мне, непокоряющимся крепости руки Его, то есть верующим иудеям, не повинавшимся Ему, Его законам, путем людей сих не говорите, чтобы не получилось ложь, или хуление, или жестокое. Все, что скажут эти люди, есть жестокость. Держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Подобным образом говорил иноплеменник советы и слова уст моих, Исайя 36.5. Не обращайтесь к ним со словами угрозы, чтобы они не думали, что в состоянии совершить что-либо, так как, говорит гневно, свойственное иноплеменникам. И страха их не бойтесь. Я запрещаю вам угрожать им не потому, что вам должно бояться их, не произнося угрожающих слов, вы однако не бойтесь их и не смущайтесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Что тут значит Господа светите? Светить Господа значит иметь надежду только на Него, прославлять Его, главным образом славиться им, бояться Его, чтобы, воздавая Ему честь, не бояться других. Нелегко могут подвергнуть вас скорби грядущие события. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Этими словами он пророчествует об устроителях осады, которые намерены были окружить их. И будет он освящением, и многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И мужи в рабство введены будут, в рабство же они будут отведены потому, что взяли внешние города. Не думайте, говорит, что все спасутся, так как если есть что-либо лучшее в городе, то не по причине храма, а по причине жителей. А для того, чтобы кто-либо не подумал, что гибель или спасение будут общими, он прибавляет следующие слова. Завяжи свидетельства и запечатай откровения при учениках моих. То есть, обнаружится восстающая против законов обитателей внешних городов, как вавилонской печи опалила тех, которые находились вне ее, а тем, которые находились внутри, не причинила вреда. То же самое произойдет и там. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. Что ты говоришь? Ты будешь ждать того, кто других отвел в плен. Конечно, говорит его. И говорит правильно, чтобы и другие научились терпению, иначе они будут подвержены тому же наказанию. Это именно слово учит истерпению в скорбях, чтобы они стали разумнее. Говорит, терпеливо того буду ждать, кто сокрушил меня и подверг меня наказанием. Ведь когда мы находимся в ссоре с отцом или матерью, мы не ищем другого отца и другой матери, но стараемся примириться с ними же. Тем больше, когда Бог прогневается на нас, нам должно стремиться к тому, кто прогневался, а не к тому, кто не гневался. Именно когда Он гневается, тогда Он бывает более милостивым к тебе. Если удары от друзей лучше, нежели ласки от врагов, то насколько лучше вразумление от Бога. Ибо достовернее язва от друга, нежели вольное владание врага. Притча 27.6. Выслушай, что говорил Давид. Не будем, говорит, полагать для Него законов и спрашивать у Него основания относительно того, что происходит с нами. Но только одно должно нам делать, когда Он нас вразумляет, принимать вразумление с благодарностью. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Бог, а не природа, если Он их дал, Он и сохранит. И не только говорит, вот я, но вместе с детьми, как говорил Давид, вот я, да сотворит мне по благому предотчаями своими. 2 Царств 15.26. Подобным Ему был и этот раб Господа, который предал Ему себя и говорил, вот я здесь, мое ли это. Богу свойственно ограждать тех, которых Он дал мне. И вот я себя самого и тех, которых Он дал мне, приношу Ему же. И мы в несчастьях будем говорить так, как говорил Иов. Господь дал, Господь и взял. Постигнут ли бедствие или что-либо иное, Он, доказывая свое повиновение, Богу говорит, вот я и дети, которых дал мне Бог. Правильно сказано от Господа Саваофа. Но почему, который обитает на горе Сионе? Чтобы открыть вещи, имеющие быть, и представить указания на помощь. Вот я и дети Мои. И будут знамения и чудеса. Видишь ли, каков плод терпения. Не будут, говорит, знамения и чудеса. Он предсказывает не только спасение, но и свою славу. Как хозяин, видя своего раба, охотно принимающий ему дары и наказания, оставляет свой гнев, так и Бог. Сам Господь Саваоф сошел, обитает на горе Сион. И твоя неправедность служит причиной, почему Он не помогает тебе. Ведь если бы Он не желал помогать тебе, Он не обитал бы на этой горе. Пророкий не только предсказывает, но и объясняет мысль сказанного. А также и того, кто говорил через них. Бог не принуждает, но желает, чтобы люди умилостили гнев Его добровольно. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Добровольно не решайтесь прибегать к гадателям. Но если бы вас привлекли к тому другие, тогда не соглашайтесь. Когда возникала война или постигала какое-либо бедствие, было бы чей спрашивать у гадателей о будущем. Человеческая природа всегда желает, ищет и употребляет тщательные усилия знать невидимое. Особенно желает наперед знать о своих несчастьях, чтобы вследствие неожиданности не впасть в замешательство. Итак, выслушай, что он говорит? «Я, — говорит, — наперед предсказал вам имеющее быть знамение чудеса, чтобы вы не нуждались в других предсказаниях, хотя бы вас привлекали и обманывали. Поэтому если вы будете внимать совету других, то вы будете недостойны расположения и милости Божией. Вы, приготовляющие для самих себя бедствие». Какое утешение получишь ты, о человек, от заклинателей, когда постигнут бедствие? «Если ради потерянного богатства ты тратишь еще другие деньги, вопрошая прорицателей, то что польза тебе, если найдешь благо?» «Вместе с богатством ты будешь отведен в рабство, погубишь и душу свою, и никто не поможет тебе». Но должен сказать, что такое гадатель? «Это злой демон, который говорит из чрева женщин, и этим странным действием старается ложное сделать достоверным. Говорит же он не естественным образом, а из живота. Этим людей невежественных повергает в изумление, показывая, что он говорит истину и что искусство от земли, возглашающих, и от чрева, говорящих достоверно. Мне кажется, здесь означается та же некромантия. И что этим странным голосом дьявол повергает людей в изумление, как объяснили другие переводчики. Демон обыкновенно щебечет и издаёт голос птиц, что 70 толковников назвали тщеславием, чтобы отовсюду необычными кликами утверждать ложь. Хотя демон владеет искусством убеждать людей, что он может вызывать душу умерших, но мы утверждаем, что душа по выходе из тела вступает в некоторое жилище и пребывает там, выйти откуда она не может. Демон старается показать, что она не только обитает в костях умерших людей, но ходит туда и сюда, блуждая понапрасну, что она не подчинена какой-либо власти, не даже божественному промышлению, и не будет подвержена какому-либо наказанию за садейные преступления. Таким образом он делает то, что многие верят, будто после смерти души постоянно блуждают. Но это басни детей и старух. И остерегайтесь верить им, когда вас привлекает такими вымыслами. Волшебница Эндорска некогда по Божьей дозволению показала Саулу Самуила для того, чтобы изобразить ему воскресение, хотя это не было воскресением, и чтобы на основании этого он веровал, что Бог есть владыка живых и мертвых. Хотя виденный им не был Самуилом, однако он не осмелился отвратить его от Бога. Не как язычники, которые к Богу своему взывают. Те, которые так говорят или делают, далеки от Бога, подобно тому, как и Саул, который был наказан. Отступив от Бога, он вопрошал прорицательницу, и это ему не принесло никакой пользы. Но он был подвержен тягчайшему наказанию. Раньше назначенного времени пришла его злая кончина. Смотри, как он осмеивает их, что говорит. «Разве спрашивают мертвых о живых?» Мертвого он называет или демонов, или самих умерших. И этого более чем достаточно для открытия лжи. Если живые ничего не знают, то тем больше следует это сказать об умерших и погребенных в земле, которые не знают даже того, что знаем мы. Ибо закон в помощь дан. Он не говорит слово сие. Но как слово сие? Часто иной воздерживаясь от магического искусства, расположен к какому-либо иному заблуждению. И вот закон в одном слове выставляет известное положение. Не приводите никакой причины. Когда Бог нам запрещает, мы должны повиноваться и соблюдать, не произнося своего суждения относительно того, что запрещает Бог. «Хорошо», — сказал он. «Спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли народ обращаться к своему Богу?» Соображения возбуждают, обманывают людей. В них много такого, что смущает ум. И все это приводит к печали, к скорби. Закон не довольствуется только запрещением, но также показывает, что такого рода преступления недостойны милости. Разве это такие вины, за которые можно было бы умилостивить дарами? Это грехи без врачевания, вины без утешения. Их, говорит, не только не должно позволять себе, но даже не должно и заводить относительно их речи. Грешно не только допускать их, но и говорить об них. Бог желал с корнем исторгнуть их, потому он повелел, чтобы одна часть грехов искупалась жертвами, а другую объявил, не имеющие такого врачевания. Но почему? Потому что последние ужасны и должны быть избегаемы. Достаточно для тебя слышать, что они запрещены Богом, чтобы ты удерживал пожелания своего ума. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света, и будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. То есть идолам. Видишь ли, почему пришел голод? Он вполне предсказывает и желает показать, что идолы суть зло и бессильны. Те, которые не смогут прекратить голода, каким образом задержат войну со вне. Видишь ли, вместе с бессилием и обвинения идолов. Они не могли предотвратить и хулы относительно самих себя и голода. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот, горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Видишь ли, каким образом они хулили Бога? Они терзались и мучились от угрызения совести. И на землю внизу, говорит, возряд. Так что, вследствие совершенных грехов, они стали несмелыми и не скудеют в тесноте до времени. То есть, эти бедствия имеют продолжать определенный период времени, чтобы вы познали негодность идолов.